На центральной станции скорой помощи Химок полный порядок. Руководитель администрации осмотрел территорию полностью. Сначала делегация отправилась в диспетчерскую, где сотрудники скорой помощи принимают вызовы. Затем в комнаты для приема пищи и отдыха. Вопросы по оснащению станции есть. Владимир Слепцов считает, что врачи на смене должны пребывать в более комфортных условиях. Однако главной проблемой станции является совсем не это. Скорой помощи катастрофически не хватает медицинского персонала. Огромная благодарность руководству городского округа, что нам уже сейчас выделяют жилье для привлечения медицинских работников. С водителями дело проще. Водителей у нас хватает, зарплата хорошая, они с удовольствием идут к нам на работу. А вот с фельдшерами, с врачами дело обстоит немножко хуже. Проблему с нехваткой медицинских кадров уже начали решать. На первом в новом году Совете депутатов Химок проголосовали за организацию в городском округе филиала Московского областного медицинского колледжа номер один. Мы провели большую работу, обсуждали это с руководством этого колледжа. И они поддержали нашу идею реорганизовать это фактически обособленное подразделение в самостоятельный филиал Московского областного медицинского колледжа номер один. По плану первые студенты в колледже появятся уже в 2017 году, а первые выпускники выйдут на смену уже к 2020 году. Пока пункт скорой помощи ждет важное событие. Уже в этом году на станции будет капитальный ремонт. Это делается для того, чтобы персонал медучреждения работал в более комфортных условиях. Мы понимаем, что скорая помощь это стабильное звено с точки зрения обеспечения качественной услуги по здравоохранению, то есть оказания помощи, оперативной помощи. И от того, как будет жить скорая помощь, будет зависеть судьба и вообще жизнь человека. Поэтому для того, чтобы сотрудники скорой помощи работали здесь, чувствовали себя комфортно и работа их радовала, нужно создать условия. Поэтому в 2016 году мы будем делать здесь капитальный ремонт вместе с Минздравом, капитальный ремонт здания, внутренних помещений. Центральная подстанция Химок укомплектована довольно хорошо. Мощность станции скорой помощи равна 50 тысячам вызовов в день. Однако изменения нужны и, как заверил руководитель администрации Химок, они будут произведены в ближайшее время. Павел Рыбаченко, Константин Королев, Служба новостей.